Запиши еще, брат Лев, что если бы наши братья знали все науки и писания духовные, если бы они пророчествовали не только про будущее, но знали все тайны совести и души наши братья, запиши, что и в этом нет радости совершенно. Видите, оказывается удивительно, что когда человек уже способен всем помочь, еще выше такого человека стоит тот, кто знает, как жить правильно, потому что знание стоит выше счастья. Знание дает счастье постоянно, знание это источник счастья, поэтому слово знание на санскрите звучит как сад, нет, не сад, а чит, чит. Означает свет также. Это переводится одинаково, чит и свет. Джотиш, ведическая астрология, тоже переводится как свет, сияющее. Ну, то есть, видите, знание, оно светится счастьем. Свет означает счастье, это энергия счастья, светится. Поэтому люди святые, они светятся, да, от слова свет, святость. То есть, человек светится знанием. И знание бесконечный источник счастья. Знаний очень много счастья. Если вы не знаете, куда сесть, то сейчас поднимут, у кого свободные места рядом, ручки поднимут. Можно туда проходить, где рука поднята. И садиться. Не опускайте, пока человек идет. Да. Все, все расселись. Да, есть места свободные. Итак, когда человек знает Священное Писание, это большая сила. Но есть три этапа знания, познания Священного Писания. Постепенно Священное Писание проходит в сердце. Первый этап. Мне понравилось. Это говорится правда, правда говорится. Я почувствовал, что это правда. Первый этап. Второй этап. Это логика уже начинает работать. Первый этап эмоциональный. Мне просто нравится это Священное Писание, потому что там правда говорится. Я верю в это все. Это правда. Второй этап. Логический. Я не только чувствую, что это правда, но также знаю, как этого достичь. Я понимаю, как этого достичь. У меня есть знания. Я могу объяснить другим это все. И третий этап. Это способность следовать. Это уровень разума уже. Три этапа познания. Поэтому в ведической культуре считается об одном и том же, надо слушать много-много раз. Ананда, майя, бьясад. Ананда, майя. То есть Ананда, то, что связано со счастьем, должно, бьясад, повторяться, повторяться, повторяться с духовным счастьем. То, что связано, должно повторяться много раз. Если много раз не повторяется, не зайдет глубоко, не зашло глубоко, невозможно сделать так. Жизнь не меняется от этого. Раз послушать все, я это уже знаю. Что еще нам скажете здесь? Ничего не будем говорить, а будем говорить одно и то же. Почему? Потому что именно такой способ отношений приводит к настоящей победе в жизни. Одно и то же будем повторять. Я священные санскритские стихи, я как, я их читаю, много-много раз заучиваю. И только когда я выучил, потом я начинаю глубже, 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 глубже повторять, понимать смысл. Но когда человек обладает такой силой знания, свет знания начинает освещать время. Время — это самая сложная субстанция, которую мы не чувствуем. Мы не чувствуем ход времени. Почему? Потому что время приносит страдания человеку, оно его постоянно старит. И человек никак не может предвидеть обычно, как дальше, что сложится в его жизни, что скоро у него приходит страдание в жизни, что скоро приходит тяжелое время. Он не может это предвидеть обычно. Но когда человек обладает светом знания, он начинает сначала освещать свое прошлое и начинает понимать, почему он страдает сейчас. Ему становится сразу легче. Потому что если человек понимает, почему он страдает, он теряет всякие страдания. Остается трудность — страданий нет. Сердце успокаивается. Понял, почему страдаю? Легче. Почему меня муж бросил? Как только узнала, что в прошлой жизни я точно так же сделала. Почувствовала хотя бы краешком своей души. Все сразу спокойно стало. Значит, мне так положено жить. Это нормально для меня. Или просто святой человек какой-то воздушный сказал, тебе так положено жить. Все, стало легче сразу. Почему? Потому что человек сам должен победить свою судьбу, но страдать он не должен. Человек должен жить радостной, счастливой жизнью. Мы не должны страдать, не обязаны страдать. Но страдание приходит, потому что нет знания, не хватает знания. Почему так? Поэтому страдает человек. Но рядом со светом знания страдание рассеет. Страдание — это тьма. Когда человек испытывает знания, он сразу просто тяжело жить. Тяжело. Но это тоже хорошо тяжело жить. Чем тяжелее жить, тем мудрее. Человек, когда тяжело живет, он мудрым становится. А мудрость нужна человеку обязательно. И так, человек, который видит прошлое, начинает становиться спокойным. Он понимает, что все не зря в его жизни происходит. Но потом он начинает видеть будущее и готовится заранее к событиям. Он молится и молитвой побеждает уже будущее. Он освещает будущее уже светом. Но в конце концов, ему даже не становится неинтересно смотреть на свою жизнь. И он начинает видеть будущее людей и других, пытаться им помочь. И оказывается, у души есть тайны свои. Потому что все грехи мы тщательно от себя скрываем. И забываем, в конце концов, парни. Думаю, я хороший человек. Обычно люди в невежестве только хорошим себя считают. Люди в страсти себя считают. В принципе, да, есть у меня как бы проблемы. Но в целом я хороший человек, люди в страсти. Человек благости себя считает плохим. Потому что он освещает с помощью знания тайны своей души. Он понимает, что там много дерьма внутри. Чувствует человек благостный. Но при этом он чувствует так же, что очень много хорошего у других. Потому что его глаз заточен на мед. Он хочет вовне искать только нектар. Вот когда человек во всем уже видит нектар вокруг себя, ему надо сильно работать, чтобы быть счастливым. Нет, он и так счастлив. Он видит вокруг нектар. Все, ему хорошо уже. Человек трудится для чего? Чтобы быть счастливым? Он так счастливый. Чем ему сильно много работать? Как зачем, Олег Геннадьевич? Ну а если война? Вдруг война, голод, а у тебя запасов нет. Нужны запасы. Видите, человек, который живет в страсти, он не знает, что помогает проведение высшей силы. Помогает. Люди, которые живут вот этим знанием о высшей силе, они не беспокоятся о том, что будет завтра. Потому что счастье очень сильно соприкасается с ними. Они чувствуют, где счастье. Вот человек, если знает, где дверь, где выход из квартиры, он боится тьмы или нет? Ну, знает, что он откроет и вышел, все. Так и человек, как любые события могут происходить. Все равно Бог показывает такому человеку, который идет правильным путем, показывает выход. Нет безвыходных ситуаций, нет. Здесь дверь. Выход есть обязательно. Только верю я, верю я, верю, что может открыться эта белая дверь. Эта белая, белая дверь. Да? Не сомневайтесь. Итак. Такие люди также знают тайны совести и души. Но разве это не совершенная радость иметь такое восприятие мира? Это уже очень возвышенная святость. Непонятно, почему он, святой Франциск, говорит, что и в этом нет радости совершенной. Брат Лев уже начал нервничать. Не от того, что дождь и холодно, и как бы он не понимает, что происходит. Святой Франциск его совсем заинтриговал. И дальше святой Франциск позвал опять брата Льва, тот уже нервничал. Запиши еще, что если бы мы были такими возвышенными людьми, что все вокруг нас стали бы верующими. Запиши, что и в этом нет радости совершенной. Тогда брат Лев не выжаржал и сказал своему наставнику. В чем же брат Франциск? Радость-то совершенная! Святой Франциск тогда остановился под дождем. И счастливыми лучезарными глазами посмотрел на своего брата Льва. И в этом взгляде... Брат Лев забыл про дождь, про холод, про все он забыл просто. Тогда он сказал ему... Радость совершенная состоит в том, что когда мы придем в Парцинкюль, грязные, мокрые, окоченилые от холода, голодные, и попросимся пустить нас, а привратник скажет нам, что вы, бродяги, шатаетесь по свету, мучайте народ, требуйте от всех милостыню, убирайтесь отсюда, не мешайте нам жить спокойно, не отворит нам, выйдет с палкой и побьет нас. Тогда мы не обидимся на него. Не обидимся на него. И со смирением, с любовью подумаем, что привратник прав, что сам Бог внушил ему так поступить с нами. И мокрые, холодные, голодные пробудем в снегу и в воде до утра без ропота на привратника. И когда мы проснемся, окоченелые от холода, полностью приняв от Бога то, что он нам дал, тогда, брат Лев, только тогда будет радость совершенная. Видите, предание Богу является самым высшим проявлением счастья. Предание Богу означает принять свою судьбу. Оказывается, тяжелее всего в этом мире принять свою судьбу, свою собственную судьбу. Можно стать очень возвышенным святым, но при этом продолжать не принимать свою судьбу. Но когда человек реально принял свою судьбу, радость совершенно он будет испытывать каждую секунду жизни. Потому что все остальные люди постоянно ждут счастья. Потому что сейчас-то счастья нет, но когда же оно будет, когда-то так, и мы его ждем. Но когда человек принимает свою судьбу, в этот момент он получает радость совершенно. Потому что не дождешься. Всегда счастье остается в будущем, а не в оно убегает. Принять надо прямо сейчас. И когда на цигун мокрые, окоченелые, мы скажем себе, я сама сюда пришла. Я сама приняла такую ситуацию в жизни. И почувствую тепло от того, что вот я нахожусь рядом с хорошими людьми. Тогда наступит радость совершенная. Или когда я после цигуна приду в неотапливаемую комнату, и три одеяла мне не помогут согреться. Я скажу, сама виновата, что приехала сюда на эту благость. Тогда будет радость совершенная. Это удивительно так вот высказание. Самое первое высказание, которое Лев Толстой написал 1 января. Люди затрудняются, беспокоятся и волнуются только тогда, когда они заняты внешними делами. А внешние дела от них не зависят. От нас не зависит, сколько мы будем получать зарплаты. Это воля судьбы. Сегодня много, завтра мало. От нас не зависит, будет любить муж или не будет. Сегодня любит, завтра не любит. От нас не зависит, будет ребенок хорошо себя вести или не будет. Сегодня хорошо себя ведет, завтра плохо. От нас не зависит, будет в стране все хорошо или не будет. От нас не зависит, чем будет заниматься президент. От нас не зависит погода. И смотрите, когда психика туда направлена, а какая будет завтра погода? А зарплата будет у меня или не будет? А я буду болеть завтра или не буду? А муж уйдет от меня или не уйдет? Вот когда человек занят вот этими внешними вещами, человек начинает немедленно затрудняться и беспокоиться. Так зачем тогда этим заниматься? А затем, что больше делать нечего. Мы же не знаем, чем заниматься надо на самом деле. Мы занимаемся тем, куда тянет. Куда лягушку тянет. Вот вокруг просто простор, огромный простор. И лежит удав, подкрывает рот. Вот так вот. И лягушка, она может скакать куда хочет. Но тревожно только в одном месте. Это там, где рот удава. И надо разобраться в этом вопросе. Ну почему там так тревожно? И она подскакивает поближе и заскакивает в рот. Посмотреть, ну откуда тревога идет? И в этот момент рот почему-то закрывается. Потому что удав уже знает, что будет. Ему не надо бегать за лягушкой. Она сама прискочит. Вот так вот. Но в рот к удаву. Так и судьбе не обязательно человека искать. Если муж должен уйти от жены, она сама его выведет. И сама его заставит уйти. Вот ему положено по судьбе уйти. Не надо париться. Жена сама доведет. Чувствует опасность. Начинает еще больше на него наезжать. Болит печень, чем мы занимаемся? Болит печень. Еще больше ее гробим. Печень болит, надо чем заниматься? А, хорошо, печень хорошо. Все, с печенью меня хорошо. У меня с печенью все хорошо. Все. Так? Видите, мы сами прыгаем туда. От нас вещи не зависят, значит, мы туда будем прыгать. В этих случаях люди тревожно спрашивают себя, а что я буду делать? А что там такое будет? Что из этого выйдет? Как бы ни случилось того или другого, так бывает с теми, кто постоянно заботится о том, что им не принадлежит. Наоборот, человек занятый тем, что от него самого зависит. А что от него зависит? От нас что зависит? Что от нас зависит? Да, я желаю всем счастья. Пожалуйста, сколько хотите желать. Извиняю, мне что-то душно. Сейчас разденусь немножко. Правильно начал раздеваться. Простите. Надо быстрее вешать, а то сейчас жена придет. Скажет, опять не повесил. А я повесил. Все, движемся вперед. Если бы он стал беспокоиться о том, удастся ли ему удержаться истины и избежать лжи, то я сказал бы ему, успокойся. То, что тревожит тебя, находится в твоих собственных руках. Гляди только за своим настроением, за том, как ты молишься. Стараешься в этом во всем исправлять себя. И не беспокойся ни о чем. Все, что случится во время твоей молитвы, ты всегда обратишь себе в пользу. Когда человек начинает внутренним настроем заниматься, он что делает? Исправляет все вокруг. Победа находится только в сердце человека, потому что из сердца исходят все события. Откуда выходит муж? Нет мужа. Откуда он выходит? Откуда? Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь. Все мне ясно стало теперь. Долго, долго спорил с судьбой. Ради этой встречи с тобой. Откуда он выходит, да? Из сердца. Из сердца. Да, приходит время. Любовь негаданно наглянет, когда ее совсем не ждешь. И каждый вечер сразу станет так удивительно хорош. Да? Сердце. Тебе не хочется покоя. Из сердца все выходит. Из сердца. Приходит время, девушка становится румяной, красивой, и к ней все прилипают. Но замуж выходит она за одного кого-то. Это уже предопределено. Свыше. Причина заключается в том, что все исходит из сердца. И поэтому сердце, и надо постоянно заботиться о нем. Есть два типа действия. Есть предварительное действие, есть действие реальное. Когда человек очень сильно настроен на совершение предварительного действия, то действие снаружи или вообще исчезает плохое, или смягчается, или если это суждено чему-то быть, которое невозможно смягчить, то тогда ты об этом очень ясно узнаешь и готовишься. Понимаете, если человеку уйти надо из этого мира, человек, который постоянно внутренним действием занимается, он знает точную дату своего года. Он знает, что это не изменишь, и он к этому готов. А человек в момент ухода своего, если он вспоминает о Боге, то в этот момент он очищается от всех грехов и попадает в духовный мир. Видите, как хорошо заниматься внутренней жизнью постоянно. И что такое вера? Вера означает, что я не верю в то, что Бог мне поможет и даст мне побольше денег, квартиру, если я буду ему молиться. А вера означает, что я веру во внутреннюю жизнь. Верю. Если я сердце свое очищаю постоянно, прощаю, прошу прощения, на сердце у меня радость, покой стоит, это значит, что я иду правильной дорогой. Это значит, что у меня в жизни все будет хорошо. Это гарантия. Потому что, когда человек очищает свое сердце, малейшее препятствие высвечивается в сердце немедленно. Немедленно становится понятно, там есть опасность. Это происходит немедленно и само собой. Не надо об этом беспокоиться. А если я умру в борьбе, несчастья с несчастьями? Ну и что же, в таком случае ты оставишь этот мир смертью человека честного, совершая то, что ты должен в своей жизни совершать. Нужно же тебе все равно оставить этот мир и уход должен же заставить себя за таким-нибудь важным духовным делом. Я был бы доволен, если бы уход из этого мира заставил меня, застал меня за делом достойным человека, за делом добрым и полезным всем людям. Потому что, когда человек думает о Боге, о святости, он становится полезным всем, он сияет, светится чистотой. И чтобы он застал меня в то время, когда я стараюсь исправлять себя, тогда я мог бы поднять руки к Богу и сказать Ему, Господи, Ты знал Сам, насколько я воспользовался тем, что Ты дал мне для понимания Твоих законов. Упрекал ли я Тебя, возмущался ли я против того, что со мной случалось? Уклонялся ли я исполнение своего долга? Благодарю Тебя за то, что я родился и прожил жизнь не зря, за все дары Твои. Я пользовался ими правильно. Возьми назад и распорядись тем все, что Ты дал мне, как Тебе угодно. Ведь все это Твое. Да? Человек оставляет мир в радости в этом случае, в радости, потому что он правильно прожил свою жизнь. Рады, рады. Что значит рады, рады? Рады, рады? Это значит все рады, да? Рада, рада, рада это имя супруги Господа. Она олицетворенная радость. А также надо знать, что слово рада или рада, рады, все рады. Есть другое слово радана. Радана. Радана означает служение. Да, человек бескорельственно служит всем. Что он получает? Рады, рады. Рады, рады. Он получает супругу Господа. Она супруга Господа или энергия счастья. Супруга Господа, Господь, окружен энергией счастья. Энергия счастья имеет женскую природу. Поэтому все в этом мире смотрят на женщин. От них исходит счастье. Ну, какое? Материальное. Но от супруги Господа исходит счастье духовное. И человек контактирует не с материальной энергией счастья, а с духовной. И женщина, и мужчина одинаково. если человек служит кому? Рады. Служит рады. Служит бескорыстно Богу. Святости бескорыстно служат. Он направляет свою жизнь на чистоту. И женщина перестает любоваться собой. Мужчина перестает любоваться женщиной. Все начинают любоваться святостью. И в мире наступает что? Благодать. Счастье наступает. При этом женщина красоту не теряет. Если она перестает любоваться собой, просто перестает любоваться собой, не дай Бог женщине просто перестать любоваться собой. Это значит, что она становится некрасивой сразу. Она постоянно должна думать о том, ой, я такая хорошая. Вообще. Постоянно должна так думать. И она будет красивой. Но если женщина постоянно думает святости она еще красивее становится ее красота становится очень чистой возвышенной божественной божественно может ли быть лучшая смерть чтобы же дожить до такой смерти не нужно много лишать себя чего-то хотя правда этим самым ты много приобретешь если же ты захочешь удержать то что не твое побольше денежек то не имеет не примерно потеряешь это что твое кто хочет иметь успех во внешних делах и не спит по целыми ночам напролет постоянно думая и суетясь об этом постоянно унижается перед сильными людьми мира сего и поступает в результате как подлый человек в конце концов чего он всем этим добивается он добивается с того что его окружают некоторыми почестями что вы некоторые боятся сделавшись начальником он может распорядиться чьими-то судьбами неужели ты не хочешь сколько-нибудь потрудиться для того чтобы освободить себя от всех этих неприятных вещей и спать спокойно ничего не боясь и не мучаясь знай же что такое спокойствие души не достается даром почему потому что естественно человека манит то что разрушает его жизнь его манит деньги естественно его манит почести его мать и слава его мать и власть его манит желание наслаждаться этим миром эксплуатировать его ты естественно происходит само собой итак это эпиктид сказал интересная личность эпиктид он был рабом в римской империи был рабом и он был таким удивительным человеком что сначала окружающие рабы начали советоваться с ним как жить потом дальше его хозяин начал советоваться с ним как жить а потом он стал ему таким благодарным что выписал ему освобождение а потом эпиктид стал наставником для римлян и он открыл свою школу духовную и он ничего не пин был таким скромным что сам ничего не писал все эти высказания принадлежат его ученикам они записывали вот эти видите в виде бесед все идет виде бесед записывали его ученики мы знаем если захотим знать а именно что сердце и совесть человека божественны видите здесь не сказано просто сердце божественное сказано сердце и совесть это очень важно знать очень важно знать что совесть не принадлежит нам мы говорим моя свою всю каждую свою совесть нет совесть 1 совесть это энергия бога поэтому правда тоже одна все говорят у каждого своя правда нет не своя есть правда только одна она принадлежит богу веды говорят что в этом теле живут две птицы две души одна душа это я которая думает что она здесь все знает все как бы для себя живет на самом деле есть та птица которая стоит сзади душа спереди чуть-чуть сверх душа сзади это господь господь может жить не только в одном теле то такая удивительная личность что она может размножиться на много много разных тел мы тоже живем во многих телах на самом деле знаете об этом мы живем тоже во многих телах сначала мы жили в тело теле ребенка потом в теле юноши мы меняем тело постоянно она у нас не остается одно и то же меняем каждые семь лет полностью клетки меняются во всем организме тело новое становится но мы себя чувствуем тем же сам человек но бог может сразу во вниз во многих местах жить и внутри каждого человека находится господь это называется экспансии или представительство бога он один но он может существовать во многих местах и сверх душа или совесть это представительство бога для специально для нас индивидуально специально для нас то господь который живет специально для нас он специально нам дает знание знаете специально для нас его называют проведение или со голос совести голод истины голос истины энергия счастья который человека ведет по жизни кого и поймали индейцы и связали его и он думает все конец ему голос изнутри говорит не конец ну как не конец конец нет не конец не ну все конец меня уже связали сейчас будут жарить ну ладно хорошо но все равно еще не конец ну как а чё тогда я не пойму чё тогда если не конец ну вон видишь он больше всего перья самый большой видишь у него сам большой петь вижу ну позови его позвал плюнь ему в лицо плюну вот теперь конец как сверх душа нас ведет по жизни просто хотел что был конец пожалуйста нет проблем вот то есть сверх душа нас везет постоянно по жизни и на что мы настраиваемся такой того мы достигаем мы должны понять такую вещь что совесть человека имеет божественную природу и она всегда нас ведет к счастью она никогда нас не ведет страдания страдания мы получаем только потому что мы отворачиваемся от совести смотрите как интересно в катха упанишат ведах описано отношение души и сверх души там говорит что на дереве тела сидят две птицы душа и сверх душа душа постоянно смотрит на этот мир как прекрасен этот мир посмотри она постоянно смотрит потому что мир сияет счастьем этот мир наполнен энергией рада рады но эта энергия имеет корыстную природу это вы из видоизмененная энергия бога она настроена так чтобы мы настраивались на эгоистическую жизнь здесь потому что мы захотели жить для себя попали от из духовного мира суда и поэтому здесь все так устроено что каждый деревце каждый цветочек нас настраивает не на то чтобы ему служить а на то чтобы им наслаждаться человек полюбил девушку допустим полюбил очень искренне потому что душа по своей природе очень искренне и он когда ее полюбил он стал бескорыстным очень в этой любви своей любви как невесомости то есть он стал очень бескорыстным моя любовь на пятом этаже почти где луна моя любовь наверно спит уже спокойного сна ну то есть стоит ждет а она уже спит там вот бескорыстным стал но как только он увидел что она тоже улыбается в этот момент просыпается користь сразу как только человек от любви получает чуть-чуть немножечко награды он начинает ревновать сразу всех считает ее своей то девушку начинает за нее драться со всеми ведется вообще позорно плохо начинается вести плохо начинается есть почему потому что так действует наша вот это вот склонность жить для себя в этом мире девушка тоже постоянно плачет он на меня не посмотрел но раньше он не смотрел и ничего нормально было а теперь не посмотрел и все и и слезы почему потому что уже присвоила этого парня себе уже все он теперь мой он мне улыбнулся теперь мой все знаете так устроена у нас жизнь надо же был целый скандал один наставник отреченный человек просто вот по-доброму улыбнулся какой-то девушки она подумала что он не влюблен и потребовала чтоб он отказывался от отречения из брал ее замуж строился скандал просто улыбнулся человек так работает природа чего не степет чем дурак что же уже отреченный почему жениться отречения принимают только очень разумные люди а глупые жениться это и шутка и не шутка целом в основном все жениться 99 процентов но есть люди очень возвышенно все нормально мой духовный учитель то есть тут мой дух духовный учитель моего духовного учителя говорился наставление давал девушкам с кого говорил давал наставление вы все должны выйти замуж обязательно не надо оставаться по одиночке девушка должна в отношениях близких жить тогда она хорошо духовно развивается а своим парням он говорил вы все должны остаться отреченными все никто не должен свою жизнь посвящать просто своей семье надо посвятить свою жизнь и обществу вот и спросили и спросили девушки горитачу вот такие наставления дайте а за кого замуж-то выходить знаете что он им говорил девушкам он так и на ушко говорю не волнуется не все все равно переженится но надо давать такие наставления чтобы хотя бы кто-то остался один отреченным надо такие наставления давай иначе все поженится по-любому и так одно мы можем знать если захотим конечно что совесть и сердце человека божественны что в отрицание зла и признание добра человек сам является воплощенным божеством ну то есть человек всегда отрицает зло он всегда козлу относится плохо всегда к добру хорошо что человек всегда радуется любви страдает в гневе если он не гвить не исправедливаясь он не всегда негодует это означает он ведется также как господь потому что господь так себя ведет если человек самопожертвованием занимается его слава стану обретает вечную силу человек который дает свою жизнь другим вечность увеличивает свою и это является его неоспоримым доказательством единства с верховным властелином почему потому что верховный властелин никогда не живет для себя и он вечен и он славен чем больше человек живет не для себя тем больше он счастлив жизнь надо учиться такой жизни не для себя тогда счастье приходит само в жизнь защита от бога приходит сама смотрите человек должен получать в жизни какие-то блага есть два способа первый способ самому пытаться их получать какой способ сколько по судьбе положено столько будешь получать второй способ жить для других кто блага будет давать никто не будет вы не знаете бог будет давать какие блага будет давать намного лучше намного лучше мать когда человек сам вот допустим ведической культуре девушкам советовалось не думать о замужестве служить богу постоянно совершать аскезы семи лет они начинали этим заниматься бог давал в тысячу раз лучше потому что ясно что девушке надо выйти замуж за кого она выходила за святого человека тысячу раз лучше бог давал чем если джет девушка думает сама если она сама хочет замуж ей по карме она хочет высокого красиво по карме положен или высокий некрасивый или красивый невысокий если она служит богу она получает высокого красивого понимать более выгодное занятие вы думаете я сейчас вам какие-то теоретические вещи рассказываю я вам говорю практические вещи практические но понять это не просто поэтому мы с вами на две недели сюда собрались в эту консервную банку специального запекали на две недели для того чтобы мы вас мучили 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 здесь и в конце какой-то момент вот ты какой северный олень открытие и все а если не произойдет открытие дальше что произойдет опять пойти домой будет вот это счастье манить временное которое будет приносить одни страдания поэтому надо за две недели здесь постараться до манит 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 карусель путешествие по замкнутому кругу пункте пугачев по замкнутому кругу то карусель ведок называет колесо самсары одно и то же постоянно да этот эффект французский как называется дежавю да но постоянно одной тоже видела сто раз уже но этого в эту морду знакомы опять за нее замуж выходить насколько можно уже но где-то я его уже видела что в 30 так что в этом они в телесных преимуществах и небольшом разнообразии различных развлечений и инстинктов человек сам является властелином над более низшим миром вот этим вот миром в котором мы живем поскольку человек отрицает или нарушает веление сердца и совести постольку он и будет несчастным и бесчестит имя отца своего небесного а не светит его имя поскольку человек нарушает веление сердца сердце говорит ставай рано на цигун иди на йогу иди счастье всем желаю хватит дрыгнуть ты приехала сюда для того чтобы быть счастливой да но поскольку человек следует совести он светит имя бога своего и получает постольку же от полноты его власти вот вы ходите на йогу на лекции вы для себя это делаете и для бога для себя а кто для бога поднимите четыре человека для бога остальные для себя так вот знайте что даже если вы для себя это делаете все равно придет время и вы будете это делать для бога потому что если человек идет правильным путем его сердце очищается и он начинает делать правильно то что он делает он начинает делать правильно я раньше лекции читал для того чтобы прославиться я рисовался перед всеми сейчас тоже рисуюсь жена ну чё ты рисуешься ну всем же понятно ну посмотри на себя вот а сейчас мне уже хочется для бога вот честно уже потихоньку начинает хотеться для бога лекции что причем раньше думал что я не для себя читаю а сейчас я уже понял что это неправда потом тоже пойму что сейчас это неправда так человек постепенно развивается наша жизнь следствие наших мыслей она рождается в сердце наша жизнь исходит из наших поступков и мыслей веда говорится что тонкое тело ума которое создает грубое тело это как чертеж тонкое тело ума это как чертеж грубого тела и причем интересно остается у нас в строение лица во всем остается наши прошлые жизни допустим не во сне часто я летаю лечу так себе лечу вот правда вот плечу прямо и лечу просто весь всю ночь это хорошо и никуда не спешишь просто летишь и все и потом я почувствовал понял что я в одной из прошлой жизни был птицей видите нос длинный чувствуете похож на птицу чувствовать но это еще не самый худший вариант некоторые на свинью похожи на барана так козла ну то есть видите каждое тело она дает какие-то особенности бараном такую как бы не врубается постоянно не врубается стоит на пробовать счет него хотят заставляют непонятно вообще чувствуете эмоции передаю да вот так он стоит баран но не врубается лучше хотят вообще вот люди тоже такие бывают знаете вот он упрется такой и стоит и ничего из него не свернешь козел он он козел просто но постоянно готов поднуть постоянно такой знаете мы с козлами имели дело нет рожки тоненькие такие тоненькие рожки такой маленький вроде бы козлит да ну то есть он маленький такой козел вроде как начать него чё он сделает тебе только отвернулся акулки такие рожки больно страшно и душ убить готов он сразу раз отбегает смотрит он знает что ты будешь его убивать не дурак бегать быстро раз ты за ним бежу ну драл он чуть отвернулся он задница тебе подвигает козел и шаг пожалуйста нагружайте сколько хотите нет проблем вот сколько хотите мешков положить на меня нет проблем но я никуда не пойду буду стоять вот до последнего здесь никуда не пойду блин буду стоять а нагружайте я беру работу да я беру деньги платить жрату давайте работать не будут и шаг свинья здесь уже про работу забыли все лежим в луже наслаждаемся жизнью свинья до лошадь тык 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 вперед светлым будущем ну да вот и потом люди же похожи до национальной особенности замечали и национальные блюда у евреев какие национальные блюда птица ну птица же птица курица там национальное блюдо вот это результат чего украинцев у грузинам бараны а индийцев я не знаю чего нет там они вегетарианцы вообще-то вегетарианцы означает отказываются от этого перерождения человек отказывается он не хочет уже быть бараном ослом козлом не хочет хочет быть человеком вегетарианство означает хочу быть человек надоело уже путешествие по замкнутому кругу надоело и так наша жизнь следствие наших мыслей она рождается в сердце исходит из наших мыслей жизнь рождается в сердце означает рождается наших поступков жизнь что-то не там рождается чувствую и так если человек говорит или действует со злой мыслью страдание неотступно следует за ним как колесо запятой вала влекущего по вивозку но люди даже не знают что такое злые мысли он обидел меня он смотрите первая стадия злой мысли он обидел меня или она обидела меня обида просто я в сердце обиду человек когда обижать думает о чем плохой звук просто объявился и все это зло когда человек обиделся значит страдание будет следовать за ним как повозка за валом привязано страдание к обиженному человеку на обиженных воду возят то есть обиделся все до свидания жизнь будет несчастны все вариантов нет больше дальше следующая стадия более тяжелая карма он выше меня ну он как бы в эксплуатировать меня выше меня мой начальник там командует мной понимаете еще больше хуже карма человек который так думает еще больше страдать будет потому что ясно что тобой кто-то будет командовать ты же не можешь быть самым высоким здесь в этом мире правильно кто-то будет тобой руководить не хочешь слушаться значит будешь мучиться он поработил меня следующая стадия на поработил он оскорбил меня тоск оскорбленным с человек себя чувствует кровная вражда там ненависть убийство в сердце с тревожным таким мыслями никогда не угаснет злоба никогда не будет человек счастлив в этом случае дальше наша жизнь следствие наших мыслей она рождается в сердце творится нашей мыслью если человек говорит или действует с доброй мыслью радость следует за ним как тень никогда не покидающий его он обидел меня он восторжествовал надо мною он поработил меня кто не дает себе убежище таким помыслом тот навсегда заглушает себе злобу почувствовал обиду прощай обиделся обидел другого проси прощения чувствуешь старший тебе не нравится служи ему если чувствуешь что ты зависишь от кого-то прими это и так человек становится счастливым жизнь это буддийская мудрость ибо не ненавистью побеждается исходящее из ненависти она угощается любовью таков закон вечный вот допустим кто-то меня ненавидит как мне победить судьбу как сделать так чтобы победа пришла надо простить сначала его потом установить отношения а потом совесть заставит его замолчать понимаете да чем я говорю побед человек побеждает злобу не злобой потому что когда две собаки гавкают определить какая первая начала вот вы проходите две собаки гавкают мимо какая первая начала и они оба виноваты до обе гавкают так и в жизни тоже судьбе все равно кто первый начал все равно если вы обе гавкаете муж от меня ушел я его ненавижу кто виноват оба собаки виноват какую гавкают на улице оба виноваты когда жена простила она уже не виноват она победила судьбу рады рады сейчас мы будем петь с вами скоро уже что я тема тяжелая надо попить в конце воля в бога том чтобы мы жили счастьем жизнью друг друга они взаимным несчастьем и смертью люди помогают друг другу своей радостью они горем своим часто люди думают вот человека оставляет тело я пришел к нему я так тебя понимаю мне так тяжело что ты оставляешь жилья берет слушай мне и так тяжело иди погуляю понимаете только любовью и радостью счастьем друг друга мы же мы должны жить если кому-то тяжело рядом нам ему не нужны наши слезы им нужна наша радость нужна наша любовь любовь означает позитивное настроение негативно если человеку плохо ему нужно позитивное настроение только позитив побеждает страдание если ребенку плохо мать не должна ой сынок я так волнуюсь не нужно этого этого волнения сынку им еще хуже от этого становится надо сказать у тебя сынок все увидеть хорошо сейчас будет уже все уже не больно лишь но это тяжелее сделать потому что в этом случае тебе надо побеждать карму плохую а легче из плакать вместе с ним сидеть я так я понимаю не способ жить это воля бога то есть это бог так хочет а я не могу олег геннадьевич радоваться когда с ребенку плохо это значит и атеистка атеистка потому что верующая женщина думает о боге чувствует его волю и радуется побеждает судьбу таким образом видите верующий человек живет волей бога они верующий живет страданиями близких людей или мы страдаем за близких всю жизнь или мы радуемся богу одно из двух сначала крадуется богу он побеждает судьбу страдает за близких никому не помогает видите смотрите он поет с радостью а боги постоянно он постоянно поет держи ты мой господь я хочу тебя увидеть когда я тебя увижу когда я вернусь к тебе видите видите в этом музыке очень много радости хотя она в разлуке поется постоянно ты вот так вот я вот так постоянно боги у нас как вы поют ты я ты я да я без тебя ты без меня да он тоже поет я без тебя ты без меня но а боги понимаете и это святая без возвышенная песня святая песня не песня о женщине и мужчине о боге она приносит счастье всем людям удачу приносит освобождает от страдания от всех грехов освобождает возвращает духовными такая музыка раньше все искусство для бога был это сейчас все пошли черный квадрат и начали рисовать будет делать 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 больше нечего примет учу рисовать ты уже так обучу черный квадрат молевич смолюет черный квадрат все зачем раньше иконы люди рисовали иконы означает связь с богом все искусство принадлежало богу все песни все поэмы о боге писались сейчас пишут о чем поэмы пошлость одна я на счастье это все не приносит мы смотрим эти пошлые пи фильмы читаем эти пошлые книги мы не не становимся счастливее наша жизнь не меняется к лучшему от этого судьба не становится чистой возвышенной из-за того что мы не с тем искусством связаны видите какое искусство человек поет боги тысячи людей собираются послушать бог притягивает сладкий вкус от бога исходит чувствуете пищу которую вы кушаете она какой-то сладкая какая-то здесь да какая-то сладкая такая противно сладкий вкус он приятен не противен пища которая с молитвой готовится на сладкой сладкой люди которые с богом связаны сладкие на вкус господь потому что сладкие есть такая песня то есть там поется господь и глаза у тебя сладкие губы у тебя сладкие слова у тебя сладкие masteredare для сладких и лечь у тебя сладкая и поступки у тебя сладкие Все, что с тобой связано сладкое. Такая целая песня описывается. Все, что с Богом связано. Сладкий вкус Господи. Потому все плачут по нему. Почему по Богу все плачут? Потому что, когда сладкого не дают, горько становится сразу. Без Бога очень тяжело. Видите, он поет с горечью. Но это сладкий вкус сзади стоит. Потому что с Богом связано. Субтитры сделал DimaTorzok